В августе этого года на профильной смене Федерации детских организаций мне вручили сертификат на право получения путевки в лагеря Черноморского побережья за активность и проявление лидерских качеств. Сначала я не знал, куда попаду, но потом мне сказали, что я попадаю на 13-ю смену Международного детского центра «Артек». Сколько длились каникулы твои? С 10 ноября по 2 декабря включительно. Я был именно в «Артеке». И по приезде в «Артек» меня определили в самый большой детский лагерь морской. Он был самым первым лагерем в истории «Артека». Именно там проходила первая «Артековская линейка». И были поставлены первые 4 палатки, куда собрались первые 80 пионеров, так сказать, всей России. Погода не подвела? В первые дни мы ходили даже в футболках. То есть там была солнечная погода, там было очень круто. Но потом уже погода начала портиться. Нам это не мешало, потому что каждый день в «Артеке» был насыщен яркими впечатлениями. Смена прошла очень круто. Хотелось бы отдельно сказать про «Артековскую школу». Эта школа похожа на Хогвартс, только в России. То есть она очень красива и похожа серьезно на Хогвартс. Там, получается, внутри очень много лестниц. Они как-то все вьются вокруг этой школы. И, то есть, если тебе надо пройти на третий этаж, тебе нужно пройти очень сложный путь. Чуть ли не с картами там ходили, схемой. В школе у нас проходили СОМы. То есть 4 основных предмета – русский, математика, физика и химия – проходили в школе. Все остальные предметы проходили в виде СОМов. Это системно-образовательный модуль. Если у нас был урок истории, то мы ездили во всякие дворцы Крыма. Если был урок биологии, мы ездили в Крымский ботанический сад. Тогда я впервые увидел бамбук и многие другие водные лилии. Вот это все. Это прям очень красиво. Что еще рассказать? Меня определили в профильный отряд КВН. И на протяжении всей смены к нам приезжали различные спикеры, которые рассказывали, как правильно писать музыкальные шутки, готовиться к биатлону, как правильно писать визитку. У нас постоянно проходили мозговые штурмы. У всех отрядов утро начиналось с зарядки, а у нас с мозгового штурма, чтобы мы думали шутки различные, миниатюры. В конце смены нам объявили о общей артековском конкурсе «Звезда Артека». И от отряда сразу выдвинули меня. И у меня было 24 конкурента, то есть от каждого отряда по одному человеку. Мы представили себя, рассказали, чем мы занимаемся, за что попали в Артек. И выбрали три финалисты. Куда я попал? Вот. И на следующий день прошло открытое голосование. Весь лагерь в составе 500 человек голосовал. И я с отрывом 60 голосов выиграл. И в конце смены на последней массовке директор Артека Алексей Каспаржак вручил мне кубок «Звезда Артека» и сертификат к нему. Вот. Весь лагерь морской просто взорвался, когда меня объявили. Это была прям такая эйфория. Это было очень круто и незабываемо. Вот. Подружился с кем ты? Общаешься вне пределах Артека? Мой отряд был очень разнонациональный. То есть там были ребята из Крачаевой Черкесской республики, из разных городов России, Башкирии. Там очень много людей было. И за всю смену у нас сложились очень дружеские отношения со всеми ребятами. И сейчас я продолжаю общение. И не забываем друг друга. Вот. Ты можешь что-то посоветовать тем детям, как-то вот тоже активистам, которые мечтают попасть в Артек. Что для этого нужно сделать? Есть какой-то секрет? В первую очередь нужно вести активную жизненную позицию. Это первым делом. Некоторые говорят, что портфолио для людей, оно не нужно. То есть в будущем оно тебе не пригодится. На самом деле это не так. Нужно всегда стремиться лишнюю грамоту вложить себе в портфолио. В любом конкурсе нужно участвовать. Ведь если тебе дадут путевку, тебе нужно пройти проходной балл. То есть 170 баллов – это очень много. Но если у тебя очень большое портфолио, тебе легко дадутся эти 170 баллов. Вот. Ну, конечно, Артек – это мечта, наверное, каждого ребенка до сей поры, начиная от Советского Союза и заканчивая нашим временем. Но с каждым годом Артек открывает свои двери для еще большего количества ребят из разных уголков мира. Поэтому мне кажется, что любому ребенку обязательно нужно попасть в Артек. Потому что это некий детский мир, где главными являются дети. И если вы активный и очень креативный человек, то вам дорога в Артек. И это не только в Артеках. Продолжение следует...